всем привет друзья с вами артем деев и очередной выпуск с контентом по вашим запросам напоминаю что если есть тема которая вас очень интересует и которую вы хотите чтобы я разобрал специально для вас в том числе пишите мне об этом в комментариях будут лайки будут и новые ролики сегодня мы поговорим о биткоине а также о том что от него можно ожидать в перспективе 20 года друзья сразу скажу я допускаю что он реально будет расти и вижу по крайней мере несколько фундаментальных и технических предпосылок для такой динамики во-первых коронавирус мировая экономика продолжает испытывать давляющий эффект со стороны стремительно распространяющийся корона вирусной инфекции на сегодняшний день количество заболевших уже перевалило за 75 тысяч летальных исходов тоже очень много более 2000 и страшно то что с каждым днем эта статистика она усугубляется случаев становится все больше и больше по предварительным данным новые вируса пневмонии замедлит темпы роста китая первом квартале двадцатого года с 6 до 3 8 процентов общий мировой экономический спад может составить от полутора до двух процентов таким образом очевидное ухудшение мировой экономической конъюнктуры заставляет трейдеров переосмысливать концепцию что ли привычную сохранение средств в пользу распределения капиталов между инструментами разных рынков при этом привычные валютные активы а также фондовые рынки явно теряют свою привлекательность связано друзья это с тем что классические валюты находятся на пороге новых девальвационных войн которые по сути неизбежны из-за грядущих проблем с ростом региональных экономик и вполне логичного желания отдельных стран ослабить обменный курс национальных валют и создать тем самым искусственные конкурентные преимущественно при таком сценарии друзья конечно же лучше других будут смотреться те активы которые не подвержены как раз указанному риску инфляции то есть имеют не инфляционную природу и ограниченную эмиссию фондовые рынки почему не интересно потому что они остаются на исторических максимумах этого условия когда только ленив не говорит о том что впереди уже совсем скоро должен нагрянуть финансово экономический кризис кстати говоря в одном из прошлых роликов мы детально разбирали эту тему в итоге получается что из более менее привлекательных активов способных выиграть или хотя бы не потерять на фоне реализации самых негативных сценариев остается только золото который к слову уже продвижировала максимум с 13 года на уровне 1600 долларов за тройскую унцию подбирается к уровню 1650 я допускаю друзья что в тот момент когда я записываю ролик мы также уже коснулись этой планки друзья сегодня золото растет одновременно с долларом и индекс американской валюты сейчас на трехлетних хаях это вообще парадокс золото должно снижаться в тот момент когда укрепляется доллар сегодня этого не происходит поскольку все крупные ши прекрасно понимать что мир в ближайшие годы утонет монетарных стимулах которые обвалят валюты потому чтобы хоть как-то разнообразить имеющийся ассортимент того куда еще можно вложиться внимание трейдов друзья удостаивается также рынок криптовалют стоит отметить что bitcoin все чаще воспринимается трейдерами в качестве защитного актива подтверждается это увеличением капитализации btc при каждом росте рыночной неопределенности будь то торговая война между сша и китаем либо эскалации напряженности на ближнем востоке учитывая сказанное ставить биткойна в одну линию с золотом может быть не совсем правильная идея но факт остается а фактом интерес к биткойну как к инструменту хеджирования с каждым годом с каждым днем становится все выше поэтому имейте друзья это ввиду во-вторых интерес к биткойна будут поддерживать перспективы скорого халвинга речь идет о третьем халвинге биткойна до которого остается по моему чуть меньше двух месяцев или чуть больше двух месяцев ну в общем около двух месяцев после первых двух курс биткойна начинал активно расти и выходил на новые локальные максимумы происходило это по той причине что после халвинга генерация биткойнов сокращается вдвое предложение становится дефицитным что и поддерживает рост цены но исходя из вот этих экономических параллелей я думаю что ловика я понятно стоит отметить что восходящая динамика биткойна наблюдалось не только после самого процесса халвинга но и до него дело в том что приближение даты сокращения вознаграждения за майнинг значительно повышала активность действующих майнеров которые стремились заработать по максимуму до тех пор пока награда за блок не сократилась вдвое безусловно нельзя на сто процентов утверждать что ситуация обязательно повторится сейчас но друзья также хочу отметить что исторические прецеденты то пожалуй то немного что осталось у трейдеров которые пытаются предсказать дальнейшее поведение биткойна а в третьих у роста биткойна есть и техническая предпосылка трейдеры уже несколько дней обсуждают так называемый золотой крест который образовался на дневном графике биткойн речь идет о пересечении 50 дневной скользящей средней снизу вверх 200 дневной скользящей средней напоминаю что золотой крест это явление бычьего характера которое предшествует серьезному росту последний раз когда происходило похоже это было в середине апреля 19 года тогда после этого золотого креста биткойн вырос на 170 процентов в течение 60 дней трейдеры инвесторы которые следят и за техникой и за такими сигналами считают что ситуация опять же повторится может повториться и сейчас в этом случае у биткойна будут шансы предпосылки подняться до 26 тысяч ну соответственно перспективе двух месяцев то есть момент того самого хаудинга который мы поговорим в итоге друзья получается биткойна есть предпосылки для роста как фундаментальный так и технически я думаю что не попробовать конвертнуть их а прибыль ну просто нельзя надеюсь вы понимаете о чем я говорю безусловно я могу ошибаться так же как и могут ошибаться те кто вместе со мной считают что биткойн может подорожать но я предпочту рискнуть в ожидании того что цена может достигнуть на этих самых предпосылках 15 тысяч за один биткойн кстати не забывайте что у каждого из вас есть отличная возможность на самых выгодных условиях купить биткойн во маркет если с этим возникнут какие-то трудности вы всегда можете обратиться к вашим персональным менеджером и вам окажут самую профессиональную и квалифицированную помощь ну и безусловно друзья я жду ваших комментариев к этому видео с вашими точками зрениями того что может произойти с биткойна в ближайшее время уверен то что они будут интересны не только мне но и всем тем кто также не равнодушен к рынку криптовалют на этом все друзья спасибо за внимание всего доброго до свидания